Предполагаемый лидер преступной группы был задержан в Саратове, а подозреваемым, скажем так, личность широко известная в узких кругах. Судимость имеете? Да. В каком году, по какой статье? Сто... 330-е самоуправство. Самоуправство. Понятно. То есть вы свою причастность к деятельности группы отрицаете преступной? Да, отрицаем. Второе задержание в городе Марксе проходило по более динамичному сценарию. По имеющейся информации, двое участников группы могли оказать вооруженное сопротивление оперативникам уголовного розыска и бойцам Росгвардии. Подозреваемые в вымогательствах держали в страхе целый город. Угрожая жертвам и применяя к ним насилие, злоумышленники требовали у них значительные суммы денег. В полицию запуганные потерпевшие обращаться не торопились. Но чувство безнаказанности и вседозволенности вымогателям теперь уже испытывать не придется. По выявленным фактам в следственной части Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области возбуждены уголовные дела по трем эпизодам по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности данной преступной группы. Все лица данного преступления задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.